Сегодня мы пообщаемся с капитаном, с командиром нашей лодки. Зовут Владимир. Владимир живет уже больше 10 лет в Таиланде. Почти 10 лет, буквально несколько месяцев осталось, чтобы справить 10 лет пребывания здесь, в этой прекрасной стране. Сразу первый вопрос. Почему Ocean Love? Ну, так получилось, что по приезду в Таиланд я сразу начал заниматься морскими экскурсиями, морскими программами. И Ocean Love – это, в принципе, концентрация того, к чему пришел за 10 лет пребывания здесь и работы в море с отдыхающими. Были периоды, когда хотелось драйва, там у нас были очень активные, суперактивные экскурсии. Вот, они очень... Это где было? Это было в Паттайе, называлось «Морской сафари». Если кто бывал в Паттайе, наверняка, там, добрым словом вспомнят очень многие эту экскурсию. Сейчас я перебрался на Пукет, и, соответственно, концепция отдыха, она немножко поменялась. Вернее, даже сказать, существенно поменялась. В лучшую сторону? Да, конечно, здесь накладываются, конечно, и особенности самого этого острова и окружения его архибелага. Красивейших островов вокруг Пукета, они сказочные. Ну, и я сам решил немножко успокоиться. Тоже, как бы, и стиль морского отдыха, он перешел в более спокойный. Вот. Ocean Love, что это из себя, что вложено было в это название. Вот. Изначально, когда я приехал в Таиланд, моя цель была, там, не заработать денег, что-либо, там, получить какую-то прибыль, там, сверх, с туристов или еще что-то. Либо, вот, я старался дать заряд энергии, которые наши россияне могли бы, там, которая бы хотела хотя бы на год жизни в России, чтобы эти положительные эмоции, которые они получали во время отдыха с нами, вот, чтобы они их питали, давали им мощный заряд энергии и здоровья хотя бы на год. Вот. Ocean Love это более спокойный морской отдых, он более созерцательный, потому что здесь, на Пукете, очень красивые сказочные острова. Просто, когда ты приезжаешь на этот остров и ты видишь эту природную красоту, ее мощь, вот, и уже это в сочетании, там, с прекрасной компанией, музыкой, лодкой, оно дает мощнейшее воздействие. Вот, положительное. Ребята, которые готовятся к подаче на иммиграционную рабочую визу в США, будут проходить месячные, в каких-то случаях двухмесячные курсы в этой школе, они будут жить в этой школе, вот, но, естественно, им захочется развлечения, да. Ну, там, конечно, есть развлечения, бассейн, ну, так, инфраструктура города, да, но всегда же тянет на природу. То есть мы сможем в этом случае обеспечить, что, имея такую красивую лодку и, зная уже маршруты, туристические маршруты, распространенные и нераспространенные, что, кстати, важно, потому что вот мы сейчас в месте, где вообще никого нет, мы здесь одни, здесь дикая природа, здесь чистейшая вода. Так вот, что мы можем дать людям, которые приехали изучать английский язык на Пхукет, в свободное от языка время? Ну, здесь очень просто, вы еще увидите на других кадрах лодку, ее конструктивно это спорт круизер, вот, я специально сделал универсальный салон, чтобы он мог, это судно могло использоваться для многих целей, оно удобно как для семейного отдыха, вот, оно удобно для каких-то там вечерних круизов, оно скоростное, позволяет быстро достичь множества точек, то есть множество впечатлений получить, оно также удобно очень для дайвинга, здесь много места для оборудования, которое может использоваться на воде, в том числе под водой дайверского, оно очень удобно и для дайверов, тех, кто хочет получить индивидуальные курсы и действительно понырять там не в большом скоплении, людей, да, там на островах, а действительно увидеть манты, увидеть огромных скатов под водой, черепах, акул, вот, в том числе и больших акул не опасных. То есть это возможно? Да, конечно, это все есть на пакете, с дельфиной достаточно часто попадаются, то есть если вы желающие... У нас, я напомню, да, что у нас третье направление спортивной визы в США, это направление дайвинг, когда ребята начинают обучаться здесь по системе ПАДИ, дальше мы готовим им пакет документов из лучших школ Калифорнии, Флорида и Гавайи, и дальше они уже едут продолжать обучение и повышать уровень, свою квалификацию уже там в США, вплоть до работы, да, то есть это обеспечит им работу, да, то есть это все можно начинать здесь, да, то есть это позволяет, и лодка позволяет это сделать. Да, конечно, она, в принципе, создана для спорта, очень быстро... Трестическое направление и применить то, что еще здесь на Пхукете никто не делал, есть какие-то идеи, задумки? Да, ну, есть определенные планы, ну, это, скорее всего, даже не планы, а такие мечты, которые реально воплотить, вот, я никогда не шел проторенным путем, там, путем копирования каких-то чужих, там, не знаю, идей, экскурсий, это знают все, вот, и поэтому Пхукет, острова вокруг него, это широчайшее поле для такой творческой деятельности и создания новых маршрутов и наложения новых, там, видов развлечений на ту базу, которую мы имеем здесь, вот, поэтому я не буду раскрывать секреты, но есть очень-очень интересные задумки, которые, там, вызовут у вас восторг. Понятно. Что бы в двух словах пожелал тем, кто сейчас находится в холодной Москве, либо в любом другом городе СНГ? Да, Питер, Москва, привет вам, я очень люблю эти города, хотя сам родом из глубинки, вот, я знаю, как бывает серо и сыро в ваших городах, поэтому я с удовольствием буду рад видеть в теплом Таиланде и подарить вам Ocean Love, здоровье и любовь, которая несет вам океан. Друзья, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, у нас уже их три, в ближайшее время будет четвертый сайт, связанный с рабочими визами, с подготовкой на интервью, в том числе и в посольстве США, профессиональной подготовки на английском языке, с носителями, с представителями в прошлом дикмиссии. Будет очень интересно. Всем всего доброго, привет с острого Пхукета.